Императорский замок. Дворец Познани. Замок был построен для последнего прусского императора Вильгельма II. Кайзер Вильгельм II лично участвовал в дизайне этого неонормандского дворца. Кайзер Вильгельм II строился с 1904 по 1910 годы. Некоторые элементы замка имитируют великие резиденции римских императоров. Руководил работами немецкий архитектор Франц Генрих Швехтен. И во время визита императора Познань 21 августа 1910 года ему были вручены ключи от новой резиденции. После захвата Польши немцами в 1939 году в замок приехал Гитлер. Он внес многие изменения в будущую резиденцию. Во время ремонтных работ были уничтожены многие детали внутреннего убранства замка. После освобождения Польши от немцев было мнение о сносе здания. Но в 1962 году было решено оставить замок как архитектурное наследие и использовать его как культурный центр. Императорский замок не совсем обычен. Стены из серого камня. Они придают зданию строгость. Замысловатые башенки. Сегодня в замке находятся различные галереи, кинотеатр, концертная площадка и многое другое. Часть помещений была восстановлена по фотографиям, как их задумали прусские архитекторы для своего императора. Очень красивый парк возле императорского замка. Красиво сделан ландшафт парка. В парке расположен Катынский памятник. Ну, о памятнике будем говорить в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Рядом находится львиный дворик. Он вдохновил императора на создание восхитительных дворцовых садов. Смотрите, это очень красиво! Субтитры создавал DimaTorzok 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 До новых встреч! Нас ждут новые интересные видео с уникальными уголками города Познань! Подписывайтесь на канал! Жду Ваших комментариев! Ставьте лайки! И не забудьте нажать на колокольчик! И до новых встреч в наших новых видео! Подписывайтесь на наш канал!